Выставка динозавров в ботаническом саду Вроцлава. День Европы во Вроцлаве. Концерты артистов за стеклом. Иностранцы в Польше смогут получить номер Песель по упрощенной процедуре. Суббота не носим маски на свежем воздухе. Кровавая пятница в Варшаве. Преступник зарезал мужчину и пытался покончить с собой. А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами министерующий Екатерина и это новости in Poland. Мы начинаем. Начиная с субботы больше не нужно будет носить маски на открытом воздухе. Сохранится требование соблюдать дистанцию в полутора метра. Где маски остаются обязательными? В общественном транспорте, в самолетах, в местах общего пользования, то есть на дорогах и площадках, на территории кладбищ, мест стоянки транспортных средств, а также в подъездах, лифтах или подземных гаражах. На предприятиях, если в комнате находится больше, чем один человек. В зданиях общественного назначения, предназначенных для государственного управления, юстиции, культуры, религиозного культа, освящения, высшего образования, науки, образования, здравоохранения, социальной или социальной поддержки банка, торговли и общественного питания, на рынках и посте, а также в ходе выполнения религиозного культа. Обязанность носить всюду маски была введена осенью прошлого года. С 1 мая этого года упрощается процедура получения номера ПЭСа для иностранцев. После вступления поправок в закон об учете населения, иностранцы смогут получить аналог идентификационного номера без прописки и предоставления договора о снятии жилья. Благодаря новым правилам местные органы власти смогут предоставлять номер ПЭСа иностранцам по их просьбе. Это позволит налогоплательщикам легче подавать налоговые декларации, оплачивать налоги, да и просто упростить жизнь. При расчете налогов появится возможность воспользоваться льготами и вычетами, а также возвраты переплаты налога. Налогоплательщики, чей идентификатор является ПЭСль, на которой ранее использовали НИП, до дня вступления в силу законов имеют 30 дней, чтобы изменить данные. Стрельба в Варшаве в пятницу. Есть погибшие. В прачечной двое мужчин распивали алкоголь. В какой-то момент между ними началась драка. В ход пошел нож. Нападавший нанес смертельные удары своему оппоненту, а потом, вероятно, пытался совершить суицид. Он нанес себе несколько ударов ножом и попытался перерезать горло. Соседи вызвали полицию. По их информации, они пытались войти в прачечную, но дверь была закрыта. Когда их выбили, то внутри увидели окровавленного мужчину с острым предметом. Тот сразу же набросился на полицейских. Правоохранители начали стрелять. Злоумышленника арестовали и доставили в больницу. Позже полиция сообщила о смерти одного человека. Это был мужчина, который лежал на земле в служебном помещении и которого зарезал задержанный преступник. По делу ведется следствие. 9 мая день Европы. В этот день каждый год отмечается мир и единство нашего континента. Этот день выпал на годовщину подписания исторической декларации Шумана. План Шумана считается зачатком того, что сегодня является Европейским Союзом. В воскресенье в пяти точках Врослова можно было насладиться звучанием песен местных артистов. В интересах безопасности слушателей все музыканты выступали перед аудиторией за витрин популярных мест. В программу вошли выступления артистов, связанных с местной музыкальной сценой, в творчестве которых, несомненно, присутствуют и нестранные акценты. Во время празднования Дня Европы музыканты выступали с 12 до 17.00 в пространстве культурной зоны Врослова Барбара, заведение Караван, Солодовый, что находится на Выспе Сладовой, кинотеатр Новый Горизонт и галерея дизайн БВУА. Во Врослове проходит выставка динозавров. Вымершие животные мезозойской эпохи в натуральную величину, 8 точно изготовленных моделей рептилий из геропарков Красейви, телезавр, скелетозавр, циратозавр и другие. Модели этих чрезвычайно интересных рептилий соответствуют оригинальным размерам. На земле все еще растут виды растений, с которыми жили динозавры. Это растения и реликвии древних времен, сохранившиеся до наших дней. В ботаническом саду представлены хвойные растения и хорошо всем известные гинго, папоротники, саговники, которые до сих пор встречаются естественным образом на небольших участках суши, а также предки первых цветковых растений, представителей семейства магнолиевых. Так, выставка динозавров, которые когда-то жили в Силезии, была подготовлена в особом месте, среди растений, которые были в эпоху динозавров. Посетить выставку можно до 30 мая в часы работы ботанического сада, вход по билетам. А теперь мы поговорим о других новостях. Сотрудники пограничной службы нашли контрабанду во время осмотра трейлера, который въезжал из Украины через пограничный переход в Гребенное. Животные были спрятаны в мешках в одном из багажников. Водитель задекларировал груз как черве для рыбной ловли. В связи с контрабандой против 42-летнего гражданина Украины сотрудники службы начали уголовную фискальную процедуру, изъяв 4 тысячи злотых. Мужчина пояснил, что посылка с червями была отправлена из Львова. Неизвестный должен был забрать ее в Варшаве. Предварительные выводы показывают, что обнаруженные пиявки принадлежат к видам, охраняемые Вашингтонской конвенцией. Жительница Белогарда, западнопоморское воеводство, хотела выбросить мусор, но возле контейнеров обнаружила тело 80-летнего мужчины. Она вызвала скорую помощь, но, к сожалению, жизнь мужчины спасти не удалось. Как нам стало известно, погибший это местный житель. Причина смерти мужчины пока неизвестна. Делом занимается полиция и прокурор. Трагедия в аэропорту Прилевы, поделенной Гурой. В воскресенье перед полуднем разбился небольшой частный самолет. На место крушения оперативно прибыли маршины Зеленогурской пожарной охраны, которые проводили спасательную операцию. К сожалению, в результате аварии при попытке посадки пилот погиб на месте. По неофициальным данным, речь идет об одном из самых богатых поляков. Аварию расследует Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий. Выпуск наших новостей подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе самых актуальных событий Польши. До скорых встреч! Увидимся через неделю! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok